Руки поместимся на пояс. Удобно. Обнаружим себе правую ногу. Перенесем на правую ногу. Немножко приподнимем левую ногу. Посмотрим свою левую ногу. Начнем ее вращать против часовой стрелки. Наружу. Начнем с мягкого разогрева суставов. Будем двигаться снизу вверх. Тщательно, не спеша. Вовнутрь. Постепенно это заканчиваем. Мягко подставим. Приносим лист тела на левую ногу. Правую ногу. Наружу. По часовой стрелке. Вовнутрь. Вовнутрь. Постепенно закончили посты. Чуть-чуть подсогнули левую, чуть-чуть подсогнули правую ноги. Сделали вместе косточками. Обратили внимание, что косточки больших пальцев тоже близко друг к другу. Приподнялись носочки повыше. При пятки не ставя, мы их приопускаем вниз. И приподнимаемся на носки. Дышим свободно. Когда пятка идет вниз, где-то так сантиметра от пола остается. Пятки поставили. Принесли лист тела на левую ногу. Левую ногу немножко согнули в коленке. Правая нога на косточках большого второго пальца. Оставляется назад. Дальше мы приседаем так, чтобы тело перешло на подъем ступни. Чуть присесть, сильно протянуть правый подъем и подняться. Когда ногу оставьте на косточке, еще раз обращаю ваше внимание, что не вот эта вот область внешняя, а внутренняя. Косточка большого и палец соответствующий указательный. Чтобы нога не вовнутрь, а соваливаясь, протянулась. Дышим либо свободно, либо сохраняя ровный корпус. Вниз на вдохе и переноси весь тел назад, немножко заваливаясь на выдохе. Задача подъем потянуть. И немножечко наши суставы разогреть. Мягко поставили. И соответственно левая нога на подъем. Вдох вниз, выдох. Вдох вниз, выдох. Вдох вниз, выдох. Немножечко заваливаемся назад Сиделось правильно, не так Не сильно, но нагрузочная И на колено суставки, на подъем Приставили ноги вместе К руки на коленки Мы будем рисовать круг по часовой стрелке и коленками Маленький кружочек присаживаемся по часовой Потом средний кружочек И потом широкий кружочек А потом средний, маленький То есть по спирали присаживаемся Последний кружок расширяющийся И по медленной спирали приподнимаемся Лишь и свободно Маленький, средний, широкий, средний, маленький Если смотреть сверху на коленки, то они постоянно В одну и ту же сторону У часовой стрелки вращаются И в другую сторону Схема тучи такая же Маленький, средний, широкий Схема тучи Маленький Схема тучи Схема тучи Схема тучи Схема тучи Схема тучи Схема тучи Подтянулись руки на пояс Доходим в себе правую ногу и левый носочек на себя вращать на ногу. Если тяжело половить равновесие, то носочек ставьте. Можете диагональ расположить, чтобы это было в поле зрения повнутри. Помним, что мы вращали левой ногой. Вращал правую ногу, расширились. Весь тело на левую ступу и правую ногу наружу. Правая нога. Правая нога. Поехали. Благодарю. Достаточно. Чуть ногу одну приставить, чуть другую. Приставим ноги вместе. Руки вперед. Плотненько. Киски до упора на себя затянули. А когда они пойдут вниз, стараемся не собирать ладошку горкой. И все это с напряжением. Дышим либо естественно. Либо вдох это на себя. Пальцы вниз это выдох. И пожалуйста сами проконтролируйте, чтобы когда пальцы шли вниз, ладошка не собиралась восточкой. Теперь руки вверх. Урудь расправили. Пальцы растопыли. Вверх-вниз. Локки провисать не должны. И постоянно тянем пальцы. Вверх-вниз. 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 Подж Мар camino становимся с широч стороны. TI-тепей. Так. Теперь руки аккуратненько в стороны. Кончики пальцев собрали щепоть и потянули в сторону ребер до упора. Когда вверх, руки словно лапы тигра или кошки поджаты до упора. Вниз выдох, щепотек ребра. Вверх вдох. Если правильно делать, то достаточно напряженно делать все. Руки слегка разгибаем, мягко выносим вниз. Большие пальцы сжимаем кулаки. Основание ладошек направляем вперед и первые пойдут кисти. Кисти до упора на себя. Сильно к себе не прижимая, но сильно напрягая бицепсы. Пытаемся кулаки потянуть к плечам и еще кисти до упора вниз в сторону плечевых суставов. И потом мягко вниз. И снова ладошек ведра. Дышим свободно пока что. И попробуйте на свободном дыхании все это делать. Предельное напряжение и потом убирание напряжения. Либо вверх это вдох, а вниз это выдох. Здесь напряжение связано именно с медленным-медленным вдохом. Вот чтобы понять, зачем это нужно, нужно и кисти на себя, и с напряжением до легкой дрожи сгибать, и еще и косточки тянуть к плечевому суставу в конце. Тогда вся рука задействуется и все ее суставы. Мы пытаемся еще сохранять ровную осанку. И еще больше напряжения приподнятии руку. Этого достаточно. Руки поставили перед собой. Вот такие вот руки. С напряжением медленно-медленно, словно вы зацепили за бортик вагона. И прессом тянет его на себя. И пальчики. И плечи все напрягаются. В общем, то расправили грудь. И убирая напряжение, мягко вывели внизу. Перес. Вот. Буквально по сантименту. Грудь. Расправили мягко вывели. Вот. По идее на себя тянут на вдохе. Вдохи, 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 вдохи. И в конце еще расправление груди. Вдох. И потом выдох. И если тяжело, начали делать вдох. Когда почувствовали, что все надо делать, сделали выдох. Потом небольшой вдох, небольшой выдох. Помним, что помогает мне, если у вас вагон тяжелый-тяжелый, медленно-медленно на себя лежать за край бортика. Вдохи. 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 И еще больше напряжения. Вдохи. Вдохи. руки сзади в замочек тянем плечи назад один локоть другому и голова до упора вниз потом не запрокидывая голову просто поднимая лицо вверх движение вниз это выдох поднятие лица вверх вдох плечи назад локти один друг к другу теперь влево вправо до упора в одну до упора в другую сторону дышим свободно в конце движения небольшое напряжение мышц шеи дышим свободно поднимем плечи постоянно тянем вниз назад и локти один друг к другу помним, что плечи постоянно тянем и локти один друг к другу ухо только одному плечу тот к другому голова вниз чувствуем, где правое плечо пошло к правому плечу назад к левому плечу вниз а потом сразу в другую сторону и все это не быстро с постоянной вытяжкой из тела если где-то сильно тянет шею или возникает неприятное ощущение чуть мере не проходим слегка убираем вытяжку полный круг в одну потом сразу полный круг в другую этого достаточно руки вывели вперед плотно вверх старались еще потянуть до упора назад теперь ноги чуть-чуть согнули чуть-чуть, чтобы в легком тонусе были здесь тело перенесли к носочкам кончиком пальцев ног теперь почувствовали пупок пупок потянули вперед пятки не отрывая теперь посмотрели вверх либо так и остались либо немножко прогнулись в грудном отделе дышим ровно дыхание не задерживаем если можете глубже глубже прогнулись и медленно обводим руки вниз только руки оставьте внизу наша задача вот эту вот область почувствовать и прогнуть не за счет поясницы глубоко переломиться назад а вот здесь у себя раскрыть руки раз плечи зарушены из тела к носкам живот вперед взгляд вверх либо добрали прогиб в грудной отдел либо остались так мягкий выдох вниз ну теперь вдох потянули 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 продолжаем вдох прогнулись выдох прогиб можно неглубокий делать просто отмечать его слегка и выдох ну еще раз очка два теперь ладошки буду сзади смотреть двое на друга мы вывели руки назад старались ладошки собрать плечи повели назад Руки поднимать повыше, поуже и грудь раскрывать. У нас лопатки пытаются сойтись вместе. Еще раз плечи. Еще раз. Руки два. Есть тела к носочкам. Грудь раскрывает. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Тянем, тянем вверх. Выдох. Еще раз. Оп. Оп. И потянули, 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 потянули. Сейчас я вам спиной повернусь. Будешь попробовать ее. Руки в стороны. Тянем все за кончики пальцев. Ну, можно вместе со мной. Чувствую, где находится правое плечо, рука пошла к правому плечу. Искольцы посмотрели от левого виска вверх. Теперь загружая правую ступню и не наклоняя руку, а постоянно вытягиваясь между руками. Пошли к правой ступне. Общим ухом тянемся к правому плечу. Руками тянемся в сторону. Сильно правую плечо шумаем. Ровно. Ухо к левому плечу. Не наклоняя руку левую, а постоянно вытягиваясь за пальцы в сторону. Весь тело к левой ступне. От правого виска смотрим вверх. И еще сильнее растянули руки. Ровно. Медленно вниз. Отшагнули левую, отшагнули правую. Проверьте, чтобы ноги были полезны. Примерно ширине таза. В сторону. Загружаем на правую ступню, подавая таз направо, не налево. Потянули. Потянулись ухом. Слободное дыхание и сильное статическое напряжение. Сохраняя это положение, весь тело к левой ступне. Ровно. На левую ступню. Голова налево. Тянемся за пальцы. Руки. Руки медленно, плавно. Ладошки бедра. Ноги сделали вместе. Руки сделали крест на крест. Появите положение ног вместе. Глаза закрыли. Лицо расслабили. Представьте, что в комфортной по температуре воде. Водное растение водоросли мягко покачивается. Корешки у этой водоросли глубоко и устойчиво проходят в дно реки. Или в того водоема, где эта водоросль покачивается. И мягкое течение плавно эту водоросль покачивает. Ну и еще солнечный свет проходит сквозь толщу воды. И мягко высвечивает эту самую водоросль. Повторайтесь не стоять статично, как в копанный столбик. А почувствовать, где в теле находится покачивание. И просто понаблюдать за ними. Задача остаться на месте, словно запуская корешки под коврик в глубину. Но, тем не менее, легким покачиванием позволит быть в теле. Легкие покачивания. Мыслеобраз водорослей, находящийся в комфортной по температуре воде. Уютно покачиваясь. Позволяет всем тем движениям, что мы с вами сделали. Принести для вас максимально полезный, благотворный эффект. Лицо расслабить. Представьте, вот как если бы вы были в водоросле, вам было бы приятно и комфортно покачиваться. И вот немножечко так попокачиваться. Без всякой схемы, просто чувствуя, как тело слегка колеблется. Улыбнулись, глаза открыли. Руки мягко вывели. Чуть левая, чуть правая. Ноги в наши дни таза. Слегка согнулись в коленках. Сейчас немножко под своим подышком. Поглядывая на меня, и пока дыша свободно, ноги чуть-чуть согнули в коленях. Руки вот такие. Немножко пальцы к себе. Делают разгибающие движения. Проворачиваются. Мягко выходят вверх. Мы чуть-чуть согнули. Соединили тыльные стороны кистей. И вот так же мягко раскрыли. Соответственно, движение вверх – это вдох. Движение вниз – это выдох. Ноги чуть сгибаются при движении вниз. Чуть разгибаются при движении вверх. Еще мы представляем, что воздух вокруг стал плотный, густой. И руки с легким, но с сопротивлением проходят сквозь воздух. Гармонизирующий вариант дыхательного упражнения пранаян. Можно сказать, что для легких, для сердца, для мозга. Можно сказать, для гармонизации энергетического поля вокруг себя. Биополе или ауле. Или эфирного поля. Так и так хорошо. Продолжаем дышать. Представляю, что дышим с вами руками. Делаем руками вдох. И руками выдох. И немножко сопротивляя сами себе по ходу движения. Воздух стал густой. И мы этот густой воздух тягиваем в себя руками. И выдыхаем тоже руками. Продолжаем дышать. И попробуйте представить, что руками начинают светиться у нас. Светится ровным, приятным для вас свечением. Быть может оно золотисто-белое. Быть может приятного для вас оттенка. И светясь оставляет в пространстве легкий шлейф или след. Многое надо в сознании удерживать. Это и воздух загустел, и руки ходят с легким сопротивлением. Мы дышим с вами руками. И руки светятся. И руки светясь оставляют в пространстве след за собой. Еще попробуйте представить себя цветком лотосом. Либо другим цветком, приятным для вас. Этот цветок издает удивительно приятный нежный аромат. А руки светятся, воздух загустел. И мы дышим руками. Потихонечку завершаем. Теперь руки медленно поднимаются. Разворачиваются вперед. Поднимаются вверх. Слегка тянутся на себя. Мы ноги слегка сгибаем. Мягко выводим руки. Делаем выдох. Пошел вдох. Долгий вдох. Выдох вверх. Вдох на высоту подмышек. Выдох вниз. Схема не сложная. Можно вместе со мной. Можно в своем ритме. Насыщающей жизнью силой. Вдох. Выдох. Вдох. 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 В действительный момент ноги непрямые, как палки. Когда руки вниз, ноги слегка сгибаются. Когда вверх чуть выпрямляется. постоянно в коленках тонус напомню что вдох перед грудью выдох вверх вдох высота падающих выдох вниз на свободном дыхании руки вот сюда мизинцами вверх выходит вверх посмотрели подсгибая в локтях медленно опустили все это один вдох 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 медленный выдох позволяет усвоить полученную энергию вот так вот раз вот так вот два и вот так вот три вдох раз два я в каком вдох и еще раз раз два достаточно выравниваем правую и левую часть плюс активизируем центр вот здесь центр железной силы правая снизу левая сверху руки перекрещиваются обращаю внимание что левая сверху плавно выходит вверх правой неночкой так поднимаем и опускаем и выводим правую чуть вперед левую чуть вниз начинаем перемешивать пространство перед животом приближая руки к себе так что в конце перемешивания правая легла чуть ниже губка левая сверху потом левая снизу правая сверху поднимаем сгибаем выводим левую начинаем перемешивать левая ближе правая сверху правая снизу вдох выдох правая вперед делаем вдох правая ближе к телу выдох выдох левая впереди вдох перемешали левая ближе к телу на выдохе правая снизу вдох выдох правая чуть вперед левая снизу вдох выдох левая снизу вдох выдох чуть приседем левая вперед вверх вдох выдох 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 выд завершающее движение руки, кисть сейчас мы будем руками проводить перед собой но представляем, что другие руки, сидящиеся, проходят сквозь все тело выравнивая, гармонизируя, позволяя все то, что мы сделали, лучше усвоить а не нужное, чьи ступни уходят вниз и снова мягкое движение раз из-за мыши на внимательность, воображение, силу концентрации и попытку почувствовать свою энергию физически перед собой, а другие словно сканируют вас одновременно вытесняя ненужное лишнее и перераспределяя полученное ладошки вместе, глаза закрыты лицо расслабили уголками губ улыбнулись ощутили, что нового появилось у вас в самовосприятии и постарайтесь понаблюдать за своим сознанием, мыслями, за своим настроением, эмоциями за ощущениями в организме чувствуя, что новое появилось с начала практики ну и два-три спокойных вдоха-выдоха отслеживая это что-то новое ладошки поднесли глаза основание ладошек коснулись их мягко смотрелись в темноту, возникшую перед собой одна рука пошла к затылку, другая сверху одна рука на горло, другая сверху руки вниз, в области почек, в области паха вниз и немножечко присаживаемся выше вниз дальше мы с вами пойдем за такую схему я показываю, вы смотрите, мы вместе делаем будем делать небольшими кусочками завтра эти кусочки будем склеивать вот, пожалуйста, посмотрите для важных нюансов наша задача перейти на спину и немножечко перекатываться сбоку-напр вот так переходит присаживаются так, чтобы кончики пальца были на корой коврика либо слегка заходились в голову руки пойдут снизу пятки приподнимутся мы будем от копчика смещаться к крестцу но пятки будут на весу и кончики пальцев постоянно на ногах прикасаются и вот мы только когда практически поясница легла кончик пальца приоторвались потом носки делаются вместе руки взорвут, голова тянется между коленок чувствую, где находится левое плечо и слегка налево, слегка направо тщательно массируем мышцы вдоль позвоночника в одну и другую сторону принимаются за один раз такие движения выполняются в районе 11 потом берут все мягко под коленки перекатываются вперед ну и смотрят продолжение давайте вместе со мной присядьте так, чтобы кончики пальцев были поближе к краю но не совсем так вперед, не совсем к себе уцепились приподняли пятки и начинаем от гопчика смещаться к кресту округляясь спиной позвонок за позвонком носочек к носочку коленки на шине плечей либо за голени взяться либо за мной поверх голени но коленки не вместе пытаемся бы его засунуть между коленками и в этом положении слегка зависли почувствуйте где находится левая сторона слегка переместились налево потом посередине потом направо посередине называется оживление канала позвоночного столба ватна и санстхан шахтин ватхат стимуляция почек разминка мышц вверх позвоночника улучшение состояния позвоночника за счет улучшения и кровообращения глимпотока в этих областях плюс подготовка к последующей практике хорошей все, еще несколько раз а вот чего заканчиваем берем себе под коленки и корень к этой веселье и все-таки удобно ладно, что-то она была прямая давайте посмотрите, что будет происходить ноги будут нажимать плечи подошки возле седачных костей кости пойдут вперед основная ошибка, которую мы с вами не делаем это оставление ног в силе нет, пятки остались на месте потихоньку выходит в такое положение если тяжело, пальцы могут в стороны разогреться и чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад вперед выдох, назад вдох потом голова вниз это выдох живот вверх это вдох желательно не шаркое где-то после одиннадцатого раза мы с вами присядем я вам покажу следующее ну что, руки, ноги, носки ярко и голова вперед выдох голова без запрокидывания слегка фиксируем мышцы шеи назад на вдохе зря вверх и удар щенки удох желательно тазом не шаркое Носки на себя, голова, плюсы, и так? Живот вверх будет расстраивать вдохновение. Когда движение переходит из одного в другое, в режиме дыхания, и мы долго не фиксируем статичную фазу, и называются на языке йоги веньяс. Для улучшения кровотока и выравнивания жидкостных светов внутри нашего организма, плюс общего уникальящее-разобивающий эффект. Вверху ненадолго остались. Дышим. Называется Пурватанасана. Квадратный мозг. Посмотрели вперед. Присели. Запястье чувствуется, да? Хорошо. Посмотрите дальше. Пока просто посмотрите. Будет работать правая нога. Носок на себя. Под себя. Левая пятка от пола. На пол. Ступня правая на коленку. Левая пятка от пола. На пол. Бедро к себе. Бедро вниз. Живот вверх. Потом тоже самое. Сделаем. Можно, если у кого-то сильно тянет. Разогреть. Запястье. То, что мы сделали вначале, по сути, все наши суставы и смазки на полу, и разогрело, и усилило прохождение энергетических потоков. Так что это более-менее безопасно. Но будьте аккуратны. Если вы стоите, то можно пока посидеть, посмотреть. Ну, а кто сможет, давайте вместе со мной. Вышли. Есть тело на левую ступню, правая нога вверх, носок на себя, таз повыше. Носок правый острый, левая пятка от пола. Пятка на пол. Ступня правая на коленку, таз повыше. Левая пятка от пола. На пол. Бедро к корпусу. Правая. Нога с обутой. Мягко поставим, живот повыше. Левая нога. Вверх, носочек на себя. Носочек острый, правая пятка от пола. На. Ступня на коленку, таз повыше. Пятка от пола. На. Бедро к корпусу. Мягко. Живот повыше. Посмотрели вперед. Мягко. Можно свободно, можно перекрестить. Посмотрите дальше. Идея все это идет одним локом. Пока что мы это разбиваем. Из этого положения не пупу вниз, а локти слегка сгибая поясницу вниз и грядицы вверх. Один локоть в другую. Потом желательно таз на весу и правая нога. Вот ошибка это, когда таз впереди и вот такое положение. Здесь таз должен быть в плоскости руки. И нога поднимается. Без удара. Левая. Потом ступня ставится. Таз вверх не поднимается. Правая. То есть вот так вот не надо. Так же как не надо. Это не надо вот так вот, либо вот так. Параллельно ноге. Примерно две ладони. Икроножная мышца бедра 90. И подъем. Мягко опускаем. Другая нога. Мягко вниз. После этого кончики пальцев смещаются на края коврика. И мы смотрим продолжение. Ну что. Давайте попробуем. Выйдем. Расправим себя. Пытаемся понять, что именно средняя часть спины, то есть поясница пойдет вниз. Немножко руки согнули в локтях. Идяем вниз поясницу. А таз вверх. Один локоть и угол. Далее на шею и на таз. Таз на весу. Далее примерно. Правда. Нага согнули. Нага согнули по стороне. Правда. Низ. Регка. Низ. Теперь будет полный мозг колбок. Посмотрите, как он выглядит. Такую левую спину. И, по возможности, не удаляясь к головной. Его сзади расположены люди либо в остановку и вперед. Особенности какие. Не вот здесь вот, не внести. А постараться именно сгруппироваться плотненько. Или не чтиться. Слегка зависит. И в пределе, и поднимает таз. Но это в пределе. Это если подъемы ступней помогают. Можно не поднимать таз. Главное, чтобы была группировка. После каждого третьего раза нужно перемещаться вперед. Потому что тело смещается назад. Ну и так, несколько раз потом лишнюю свободу, либо круглого глаза не видно, как они И вот мы носочки потянули на себя и краножные мышцы бедра и глинулись. Постарались пальцы рук и начинали с весенца засунуть между пальцами ног поглубже. И после этого сгибаем, разгибаем пытаясь кончиками пальцев вдалить в основание пальцев ног выдох вперед вдох на себя Огромное количество биологических активных зон на ступнях можете его адрес посмотреть по рефлексотерапии. Все они задействуются. Плюс это подготовка последующей паштимотонацией вытягивания вперед в положение сидя. Еще и кончиками пальцев рук продавливаем. Аккуратно убрали. Перехватили сверху и начинаем. Чуть-чуть ягодицы назад чуть-чуть пяточки вперед чуть-чуть ягодицы назад чуть-чуть пяточки вперед чуть-чуть ягодицы назад чуть-чуть пяточки вперед ягодицы назад пяточки вперед ягодицы назад пяточки вперед либо остались насколько получилось либо можно еще животом аккуратно наползать на бедра Голову посвешивать, шею порасслаблять, постараться голову именно слить, шею расслабить и остаться в положении вытягивания вдоль ног. Вы остались, я посмотрю. Если будет необходимо, подойду поправлю, если все хорошо, подходить и управлять не буду, но посмотрю, оставайтесь. Смотреть на кого я посмотрел не надо. Голову посвешивать, просто ослабить. Так, ну что ж, хорошо, ровненько так. Держать за носочки потихонечку протянули по руке по ногам. Все. Ну что ж, двинемся дальше. Пойдем в мягкие скручки. Пожалуйста, посмотрите, как планируют мягкие скручки. Вот это нога правая. Соответственно, здесь я имею полностью ваше зеркало. Правая нога остается тепла, левая нога согнется. И левая рука пойдет. Если у вас хорошая растяжка, не надо ее сильно доводить назад. Вот линия примерно левой ягодицы. На кончик пальца, либо на плотную ладошку. Соответственно, правая рука либо удобно захватывает за ногу, главное здесь живот вытянуть из-под бедра. Либо это делается с помощью локтя и кулака. Либо это делается с правой рукой к носочку и с переносом ноги через. Здесь не показатель правильности, более сложный вариант. Здесь показатель правильности, что носочек на себя, макушка вверх, грудь раскрыта. И потом из-за этого положения мягкий выход. С пяткой возле паха. Попробуем вместе со мной. Правая нога у вас впереди, левая нога согнулась. Неблизко, недалеко, так удобно она для рычага. Проконтролировали правую ступню, носок на себя. Правая рука пока что на коленку. Левая рука назад. Проверьте сразу, чтобы она пошла по линии левой ягодицы. Здесь важно это выстраивание в ориентирах. На кончик пальцев, либо на ладошку. Живот устраиваясь из-под левого бедра вывести. Макушка потянуться вверх. Либо остаться в доступном варианте скручивания с расправлением груди и вытяжкой. Именно макушки, но не носить подбородок. Либо локоть. Локоть право-слево. Если это тяжело, возвращаемся в предыдущий вариант. Либо большой палец в кулак. Право. Контроль переднего носочка. Он никакой попалый. Не наклоненный, а подтянутый на себя. Ну и, соответственно, кто может, берется за носочек и побольше под закрутились. Если всего этого мало, то можно перенести левую ногу через правую ногу. Но, если достаточно, то остались в том, что есть. Опять же, оставайтесь. Я на вас взгляну. Вы макушку вытягиваетесь вверх. Подасправляйте грудь. Угу. Да. Все. Находитесь в этом положении. Ну и так же, частью своего сознания мы сохраняем форму. Отчасти чувствуем себя в окружающем пространстве. Как своеобразный узор энергии. Мы чувствуем, как свое присутствие в этой позе, в этом пространстве, воздействует на это пространство. Раскручиваем с собой мягко, плавно, без резких рывков. Потихонечку усиливаем, ровно. Почувствуем, где у вас левая пятка, и она пошла прав. Дальше все зависит от разработки заберемых суставов. Если не очень, то хотя бы наметили легкий наклон головы в сторону правой ноги. Если более-менее, правая сверху уцепилась. И мы пошли глубже. Кто может двумя руками? Двумя руками. Единственное, что подбородок и лоб на линии пупка. То есть, не нос коленки, а нос изнутреннего коленки. И внутреннее плечо левое, немножечко ниже, чем внешнее плечо правое. Тогда позвоночник и таз правильно выстраиваются. И лучший эффект воздействия. Сразу добавляем концентрацию внимания. В начале вдоха мы чувствуем пах. В конце вдоха мы чувствуем глуп. На выдохе направляем внимание туда, где тянется сильнее всего. Туда внимание. Называется джануша шасана. Голова, коленка. Если говорить про здоровье, это органы малого таза. Большой полости. Позвоночник. Если сложно держать концентрацию, как я говорю, в начале вдоха, пах. В конце вдоха, лоб. На выдохе туда тихает сильнее всего. Она упрощается. На вдохе мы просто чувствуем, как тело выполняет вдох. На выдохе внимание на те участки, которые воспринимаются как болезненные, дискомфортные, не очень приятные ощущения. Держая за ногу спиной, притянули себя назад. Прогоняем ногу. Сили, сохраняя эту форму. Дальше идет определенная схема движений. И ничего лишнего. Пожалуйста, посмотрите, как она формируется. Надо понять, что левая слева сторона. Тогда все на место раскладывается. Пока есть сомнения, просто смотрите. Левая идет примерно на левый край коврика. Таз перемещается на линию левой ноги. Правая пятка на линию носочка. Аккуратно переводит себя на правый бок. Так, чтобы левая нога удобно легла сверху. Правая рука к левой коленке. И левая рука либо выкладывается в сторону на высоте плеча. Кому это будет тяжело. Есть вариант, просто пальцы левили на левую половинку груди. И мы мягко лопатку направили вниз. Главное, чтобы левая рука не зависала вниз. Она может быть на весу, с кистью слегка на себя. Но если возникает дискомфортное ощущение, лучше положить ее на левую половинку груди. И смотреть на левую. И левую коленку не отрывать. Так из этого положения выходит. Управляет положение таза. И для улучшения внимательности и концентрации никакой попал руку именно в правую, а под левую коленку, в левую сверху. Потихонечку присаживаются и будет другое. Давайте вместе со мной попробуем все это сделать. Почувствуйте, где у вас находится левая. И на вашей левой левой ногах. Ваш таз на вашей левой. Правая пятка. Аккуратно ложитесь на правый бок, который справился. И левая нога с огнучестью открывает правую. Правая рука у нас, поед левой коленкой. Левая рука у нас, либо налево половину груди, либо в сторону налево. Взгляд либо на потолок, либо налево. В общем, попробовали найти место в пространстве, чтобы все это сделать. Я на вас пока взгляну. Так, так, так. Так, так, так. В общем, все правильно. Да, да, да. Так, так дальше мы начинаем свое внимание управлять. Попробуйте на вдохе почувствовать руку полностью. От кисти до плеча. Чувствую руку. И на выдохе туда, где тянется сильнее всего. В основном это позвоночник. А вот дальше Ц-образный тест. Если есть где-то даже их не назвать проблемные зоны, а те области вашего позвоночника, которые нуждаются в вашем повышенном внимании, они дают о себе знать. И вот в это, дающие о себе знать, мы направляем свое внимание. Там улучшается от этого кровоток. Лимфоток. Туда начинают поступать биологически активные жидкости от нашего организма, улучшающие состояние этих областей. А также увеличивается скорость прохождения потоков энергии. Этому способствует концентрация. Вдох по руке. Выдох позвоночника. Теперь мягко, плавно поправили положение тела. Аккуратно. Чувствуем правую руку. Правая рука под левую коленку. Раз. Левая рука на правую кисть. Два. Без весного ручка. Потянули серьезно. Вперед. Куда-то сильно. Топ. Левая нога впереди. Правая нога с обриной. Правая рука сзади. Смотрим на правую кицу. Мягко дышим. Ну и по возможности усложняем. По желанию. Либо остаться как есть. Либо локоть снаружи. Большой палец кулаке. Левую сторону. Кто может продолжать, то кисть к ступне. Либо ступню через ногу. И смотрят за правой кицу. Носок перед ноги на себя. Дыхание мягко, ровное. Но если говорить про традиционные индийские источники, рекомендуется в своем дыхании. Слышать мантру СО ХАМ. СО это на вдохе. ХАМ это на выдохе. В переводе на наш язык это. Я есть основа мироздания. И абсолютный принцип. Можно сказать абсолютный дух. Или Бог. Если прислушаться к задней стенке картани, то это можно услышать. Ну, лучше слышать это, чем героев известного детского мультика Ох и Ах, да. Потихоньку полигонно. Без резких движений. Раз, два, три. И пятая. Правая пошла в славу. Качнуться и делая движение удобно устраиваясь. А дальше аккуратно пошли по надежной силе. Голова смешивается, шея расслабляется. Внимание, туда летает сильнее всего. Туда, два, три. Качаться. Качаться. Продолжение следует. Держи за ногу, аккуратно спину противорит назад. Аккуратно проладе, плечи вверх, назад. Ногу правую, направо. Таз, чуть-чуть. Таз, аккуратно, направо. Левая нога, аккуратно, на левую. Аккуратно на левую ногу. Ложимся. Правая подсобнутая нога, поверх левую ногу. Левую ногу, правой коллеги. Левую ногу, либо сразу в сторону, либо кончики пальцев на правую половину. Мягко дышим. Вдох по руке, по правой. Выдох, позвоночник, мягко дышим. Мягко дышим. Мягко дышим. Поза называется поза искрученного желудка. И, соответственно, здесь не только позвоночник, но и внутренний орган. Брюшной полос приходит. Особенности школы, которую я представляю, именно в последовательности. Когда эсаны или позы йоги не практикуются изолировано друг от друга, эс составляет своеобразную гирлянду, усиливая и одновременно компенсируя эффект друг от друга. Мягонько, плавненько, аккуратно. Поправили положение таза. Левая рука под правую коленку. Правая рука под левым клеем. Продянулись сюда, сучка. Правая нога у нас должна оказаться в сомнике. Левая нога сгибается тоже несильно. Теперь правая нога подтягивается к себе. Мы либо садимся на ступнику, либо, не садясь, просто левой ногой и лопатываем. Либо садятся на ступнику. Удобно. Если возникает диска под косточки боли на ноги. Неудобно, неустойчиво. Садятся не на ступнику. Левая рука сзади. На пальцах, либо на ладошке. Правая рука слева. Если будет тяжело, просто правую руку положите на левую коленку. Посмотрите за левое плечо. Либо это делаете с помощью лобки. Соответственно, у кого все это глубоко хорошо, либо к коленке, либо к носочку, либо, если еще лучше, кто знает как. Я сегодня показывать не буду. Чтобы мягко мы начали и без эксцессов закончили. Смотрят за левое плечо. Будут скрывать себя. Поза называется Акхо Мацьедра Асана. Половина позы мудреца Мацьедра. Более полный вариант он в лотосе выполнится. Чувствую макушку. Макушку тянемся вверх. Входы и скрываем руки. Входы. 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 Из этого положения, мягко, плавно. Аккуратно распипываемся. Это правая нога вышла вперед, левая нога пошла к силе. Либо просто осталась, либо на нее нужно сесть. Правая нога через левую ногу. Левая рука на правую коленку, правая рука сзади. Ну и проверите сами себя, увидите, что именно правая рука сзади сильно далеко за стороны не нужно, по направлению ягодицы не видеть. Соответственно, кто может наступнуть, то наступнем. Кто может локтем снаружи зацепиться, локтем снаружи зацепляйтесь. Мягко, мягко, ровно, ровно, решим, решим. Мягко. Продолжение следует... Из того, что было, мы распутываемся так, чтобы левая нога отдалась ближе к телу. Здесь лучше сесть на... у кого нет коврики, на толстые подстилки. Правая нога либо вот так, и все. Либо четыре пальца между кроножной мышцей бедром. Это называется Сиддхасан. Слово Сиддха – мистическая силоспособность. Косточки в Сиддхасан друг к другу, если это удобно и больно, можно просто сесть прямой спиной. Как? Допустим, левая нога поближе к паху, правая просто перед собой. Либо правая прямая часть тоже. Либо правая может сзади оказаться. Либо обе ноги могут сзади оказаться. Главное, чтобы спина была прямая. Положение телоустойчивое. Будем делать капалабхадий. Это броноямы, относящиеся к разряду КРИ или очищающих практик. Единственное, что если у вас заложенность носа, либо легкие варианты инфлюенсы, у вас из носа все полетит. К этому нужно быть готовым. Этого не стесняться, но и не гордиться. Просто как определенный факт. Как выполняется? Кипука резко подбрасывается в сторону позвоночника. Вдруг за счет расслабления живота. То есть, как если бы детской брызгалкой стал ваш нос. И вот большая невидимая рука бы на вас в живот отдавила. Все это выполняется серией. Примерно от 60 до 108. Некоторые за 1000 делают. Укрепляются слизистые носа. Укрепляются, ну как, оздоравливаются лобные доли мозга. Те, кто видит тонкие моменты происходящего, то есть обладающие навыками ясновидения, видят, что вот практика, вот здесь возникает сильное свечение. Но придумать это не надо. Либо приходит, либо не приходит. Руки либо просто ладошками вместе, либо руками на бедра, либо сложены в символ остановленного потока или направленного потока энергии в позвоночник. Это кончики пальцев. Не просто в пистолетик. Кончики пальцев замыкают пространство между пальцами. Складочки кожи вот эти. И указательные пальцы вместе. Большие пальцы свободно перекрещены. Макушка вытягивается вверх. Голова слегка наклоняет. Задняя поверхность шеи чуть-чуть вытягивается. И просто посмотрите. Дыхание, оно не грудное. То есть оно не вот такое. Вот здесь вот не должно отдаваться. Это все происходит вот здесь вот. Давайте сделаем серию из трех движений. Резко выдохнуть за счет расслабления брюшной стенки и сделать вдох. Попробуем. Либо в таком умеренном. Вот некоего такого жрекания, да, такого, оно не должно быть. Оно... Либо в среднем темпе, либо в очень скоростном темпе. Оно еще быстрее делается. То есть вот так. Но головокружение не должно возникать. Поэтому, если кто-то знает за собой головокружение, либо различного рода проблемы, связанные с нервной системой. Либо, если вы, допустим, сидите, а потом встаете, и немножечко так мутнеет в глазах. Вот в спокойном темпе. Резкий выдох. Вдох, просто брюшную стенку расслабили. Вдох, он произошел автоматически. И вот в таком медленном. В общем, где-то около минуты мы этим занимаемся. Спинороды. Начинаем. Пог쓰ем. Погоним. Погоним. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вдох... Грудь подняли, подбородок втянули в себя и начинаем простуть. Продолжение следует... Сейчас, после вдоха, у нас будет растирание грудной клепки. Это от плавающих ребер в сторону солнечной степени, задержки после вдоха. Достаточно интенсивное растирание, с ослеживанием, что происходит в районе лопаток. Там будут мурашки бегать, по затылку будут мурашки бегать. Давайте сделаем выдох через нос. До... Лазу закрыли, понаблюдали за собой. Объединить первое и второе. Делаем выдох через нос. Вдох. Простукив. Растирай. Без выдоха пока что. Добавляем еще одно движение. После вдоха три простукивания вот таких вот неси. Потом правая спереди, левая сзади простукив. По почке колотить не нужно. Себя погибай. Стараемся по позвоночнику напротив грудного подделка. Потом пленей. И потом надавливаем на ребра. Выдох. И последствовать, что получилось. Делаем выдох через нос. Долго. Не сильно. Выдох через нос. Спокойно дышим. Глаза закрыть. Понаблюдайте собой. Ну и делаем полный вариант термин. После вдоха. Несколько простукиваний таких. Без выдоха. Растирание. Простукивание. Выдох через нос. А потом вдох через нос. Но мы ребами пытаемся растопнуть ладошки. И снова выдох через нос. И снова вдох через нос. Ребами пытаемся растопнуть ладошки. Выдох через нос. Наблюдаем за собой. Выдох через нос. Вдох. Грудь подняли. Подбородок вкинули. Простукивание. Растирание. Растирание. Простукивание. Выдох через нос. Ребами толкаем ладошку. Вдох. Выдох. Через рот. Вдох. Выдох. Мягко дышим. Наблюдаем за сознанием. Что происходит в сознании. Если есть мысли, то о чем они. Сколько их. Какое между ними расстояние. Как правило, расстояние чуть больше, чем обычно. Теперь правая рука будет снизу. Левая рука будет сверху. Либо основание больших пальцев. Вот так вот. Вместе. Либо кончики больших пальцев вместе. Либо большие пальцы как угодно. Просто правой снизу поддерживаете. Перед собой. Глаза полуприкрыты. Не закрыты. Полуприкрыты. Челюсти расслабили. Уголками губ улыбнулись. Не нужно думать, каким местом легких мы делаем вдох. И откуда выдыхаем. Просто ровный. По возможности бесшумный. Глубокий. Вдох. И естественный выдох. Продолжаем дышать в своем ритме. Начиная немного растягивать выдох. Вдох. Вдох глубокий и естественный. Выдох чуть-чуть дольше. Продолжаем дышать. Начинаем обращать внимание, что в ноздрях на вдохе чуть прохладнее, чем на выдохе. А на выдохе в ноздрях чуть теплее, чем на вдохе. Вдох слегка прохладнее в ноздрях. Выдох слегка теплее в ноздрях. Продолжаем. Продолжаем слегка растягивать выдох. Обращать внимание на прохладу на вдохе, тепло на выдохе в ноздрях. Это легкий-легкий перепад температуры. Добавляем еще одно наблюдение. Наблюдаем за стенкой гортани. Задняя стенка гортани. Это во рту, ближе к горлу. Там легкий шелест вдоха и выдоха. Легкие два уловимых, два слышимых. Растягивание выдоха. Прохлада тепла в ноздрях. Звук дыхания в задней стенке гортани. Сохраняя все это, сохраняя растянутость вдоха и выдоха, переходим дыхание в верхние отделы легких. Постепенно делаем его поверхностным. Едва уловимым. Оно длинное, растянутое, поверхностное. Отслеживаем ноздри, отслеживаем заднюю стенку гортани. Звук. Сохраняя все это, прохлада. Тепло. Верхние отделы легких. Легкий шелест дыхания в задней стенке гортани. Пытаемся представить насыщенный, яркий, солнечный, белый свет. Сохраняя в сознании, насыщенный, яркий, белый, солнечный свет, ладошками мягко прикрываем глаза. Легко, ровное дышание. И аккуратно руками проводим к заднюю стенку гортани. К животу, к почкам, к паху. Дальше, пожалуйста, посмотрите, как могу уложиться. Уложимся бы не как по паху. Как ложаться? Ноги, словно, берут себя спокойно за ягодицей, смещаются на локти, смотрят на живот. Втягнут поясницу вниз, а голову вперед. Потом ноги, словно скатывают с холма два камушка. Вот крестцом и копчиком, самая решена холма. Возле ног два камушка. Вот эти два камушка куда-то покатятся вниз по склону. Мы поделаем свет им вот такой движение ногой. Камушки укатились, потом отталкиваясь от таза, поближе к лопаткам тело переместилось, руки переместились в зомбок. И голова идет вверх-вперед на вдохе. На вдохе чуть назад. Снова вверх-вперед. Снова чуть назад. Снова вверх-вперед. Потом правая нога приподнимается на высоту ступни. На запоминание высота ступни. Левая высота ступни. Голова остается, большие пальцы в кулаки. Руки выходят примерно на высоту головы. Ноги поднимаются. Держит 21 счет. Опускает пятки, фиксирует голову, дотягивает голову. Аккуратно кладут голову, вымоет руки. Либо простым движением, либо можно из-под подмышек так вывести. Немножечко шевелится. И так нужно будет сохранять неподвижность этой позы в течение некоторого количества времени. Поэтому, если чувствуется прогладно, можно, допустим, после того, как мы уляжемся, ноги прикрыть. Но до этого ноги пока прикрывать не нужно. Мы будем укладываться. Давайте попробуем. Мы очень согнуты. Берем себя за ягодицей, смещаемся на лодке. Начинаем тянуть поясницу назад. По головой тянуться вперед. Плечами вперед. Теперь, словно два камушка, мы отталкиваем, они куда-то укатываются. Вперед, вниз. И попокачиваемся. Домушки покатились, покатились. Исчезаем. Плотно держась за себя. Мы не просто ложимся, а на себя расстилаем и вытягиваем. Примерно лопатки обустились. Беремся в замок. Голова вверх, а потом вперед. На выдохе чуть назад. И снова вперед. И снова чуть назад. И снова вперед. Голову оставили. Правая нога высота ступни. Ваши ступни. То есть, неснежного человека, попадающего в огромные ступни. Вниз. Левая. Высота ступни. Вниз. Голова на весу. Большие пальцы в кулаке руки. Примерно на высоте головы. 20. Дальше поднимаем. Высота вашей ступни. Еще раз. 10. Пятки опустили. Голову выкинули. Аккуратно голову кладем. Руки из подвышек в сторону. Немножечко пошире. Причами, руками. Нага. Называется поза трупа. Или поза мертвого тела. Шавас. Это значит, что нужно лежать неподвижно. Все это время, чтобы те биологически активные вещества, которые мы, впоследствии всех этих упражнений, выделили в нашу кровь, всему организму разошлись и принесли для вас максимальную пользу. Все это будет сопровождаться определенными концентрациями внимания, с подключением нашего образного мышления. Я думаю, что весь процесс пошел правильно. И не только в здоровый сон. И не только в здоровый сон во время шавасаны. На мысльном экране представить, как если бы вы рассматривали либо анатомический атлас, либо рентгеновский снимок идеально здорового организма. Быть может, придут какие-то другие образы, не совсем похожие на образы тела. Что-то такое геометрическое, объемное, либо просто цветовые пятна. Это тоже хорошо. Это просто особенность вашего восприятия. Итак, мы начинаем чувствовать кончики пальцев рук и кончики пальцев ног. Мысленно порастирали и попощипывали кончики пальцев рук и кончики пальцев ног. Мысленно попокусывали и попокалывали кончики пальцев рук и кончики пальцев ног. В своем сознании мы окрашиваем кончики пальцев ног теплые, приятные, предвалы, усиливающие, золотисто-белые, солнечный свет. Позволяем кончиком пальцев рук и кончиком пальцев ног стать одним целым с окружающим нас, морем энергии, океаном силы. Все это позволяет и на верхней вверх, прямо сейчас полностью освободиться от остаточной напряжения, освободиться полностью, полностью освободиться для того, чтобы лучше расслабиться, потому что расслабиться лучше, глубже погрузиться в покой. Покой, покой сознание, интересно покой, покой окружающего нас, море энергии, океаном силы. Полностью освободиться, лучше расслабиться, глубже погрузиться в покой. Глубже погрузиться в покой, лучше расслабиться, полежать, расслабляясь и улыбаясь, лежим, дышим, расслабляемся, улыбаемся. Все это позволяет именно тебе прямо сейчас полностью освободиться, лучше расслабиться, глубже погрузиться в покой. Покой сознания, интересный покой, покой окружающего нас, море энергии, океана силы, полностью освободиться, лучше расслабиться, глубже погрузиться, глубже погрузиться, лучше расслабиться, полежать, расслабляясь и улыбаясь, лежим, дышим. Расслабляйся, расслабляйся, улыбаемся. Сейчас ты уже лежишь, наслаждаясь наступившими внутренней тишиной покой, получая удовольствие от процесса расслабления, позволяя себе, позволяй себе же, еще немножко полежать, расслабляясь и улыбаясь. А тогда, чуть позже, не сейчас, сейчас мы лежим, расслабляемся и улыбаемся, а позже, по завершении занятия мы вернемся к своим естественным, привычным для тебя ощущениям, отдохнувшими и наполненными жизненными силами. Возвратимся в твое нормальное, бодрствующее состояние сознания. Восстановившись буквально на клеточном уровне. Вернемся в это тело, в это место и в это время. Полноценно усвоим все полезные воздействия проделанных оздоравливающих упражнений и развивающих херниг. Когда мы вернемся? С каждым днем, во всех отношениях, тебе становится все лучше и лучше. Все, что происходит, идет тебе на пользу и для твоего высшего блага. Ты любишь и полностью принимаешь себя. Эти позитивные утверждения, сказанные сейчас на благо тебе, по завершении занятия останутся с тобой. Глубиняя тебя, в твоем подсознании и будут продолжать каждый день различными способами вызывать позитивные изменения, направленные на улучшение твоей жизни и здоровье. Это хорошо, это хорошо, это приятно. Когда мы вернемся в нашу привычную бытовую повседневную реальность, отдохнувшими, наполненными жизненными силами, твое сознание будет чистым и ясным. Чистым и ясным. Чистым и ясным. Голова светлая и легкая. Светлая и легкая. В теле начнет ощущаться прилив жизненных сил и бодрости. Жизненных сил и бодрости. Жизненных сил и бодрости. Настроение будет прекрасное. Самочувствие великолепное. В теле у тебя обязательно начнет ощущаться. Начнет ощущаться у тебя обязательно. Обязательно у тебя ощущаться начнет освежающий прилив жизненных сил и бодрости. Бодрости это хорошо. Это правильно. Это приятно. Полежи расслабляясь, улыбаясь, пока звуки окружающие тебя, проникающие в тебя, отражающиеся внутри, рождающиеся в глубине. Любые звуки и даже паузы тишины между звуками уже помогают тебе. Помогают тебе полноценно усвоить все полезные воздействия проделанных. Оздоравливающих упражнений и развивающих техникам. Звуки помогают тебе. Работают на тебя. Позволят ему случаться и происходить. Полежи расслабляясь и улыбаясь. Пока звуки работают на тебя, побудь в этом процессе. Позволяя ему случаться и происходить. Звуки работают на тебя. Просто будь. Позволяя Ориенно. Продолжение следует... 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 Шевелять пальцы на руку и пальцы на ногу, мы чувствуем, что это чревение ощущается тело, воспринимается сознанием, это одновременно тело, не сознанием, а потом не тело. Перестаем шевелить пальцы на руку и пальцы на ногу. Вполне глубокий, помню, вдох, во все тело. И выдох из всего тела. Глубокий, полный вдох во все тело. И выдох по всему телу. Глубокий, полный вдох во все тело. На выдохе чувствуем глубину себя. Спокойно дышим, спокойно дышим, спокойно дышим. Спокойно дыша, спокойно дыша, спокойно дыша. Блаза мы открываем, левую ногу сгибаем, ложимся на правый бок, под руки под голову, с правой стороны удобно, левой ногой растираем правую, пятки к единству. Чувствовать эти растирания, ощущать цепь, воспринимать сознание, все это обновлено, делаем сознание, сознание и тело. Речь с такими растирать, просто с открытыми глазами лежим, и не просто лежим, а с открытыми глазами, но наблюдая за своим сознанием, мыслями, за своим настроением, эмоциями, за ощущениями в теле, чувствуя, что новое появилось в самовосприятии после выполнения всех упражнений и техников. Одновременно с самонаблюдением вспоминаем занятие, наиболее существенное, чем-то запомнившееся, почему-то вспоминающиеся моменты занятия. Так оно все лучше усваивается и больше пользы приносит. Лежим, наблюдаем, чувствуем, ощущаем, вспоминаем, воспринимаем, осознаем, лучше усваивается, пользы приносит больше. Я буду считать до 60, каждый десятый счет произнося вслух, а вы, пожалуйста, позанимайтесь всем тем, о чем я только что сказал, раз, десять, двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят. Шестьдесят. Ну, мы чувствуем, что после выполнения всех этих оздоравливающих упражнений, развивающих техник Сталина, расслабленнее, спокойнее, вместе с этим внимательнее, сувореннее, в теле уже начали и вот-вот начнет ощущаться освежающий прилив жизненных силы бодрости. Бодрости. Настроение прекрасное. Самочувствие великолепное в теле. Прилив жизненных сил и бодрости. Ну и, шевеляясь чуть-чуть активнее, постараюсь сесть с ягодицами вниз, голову вверх. Так, смотрите, пожалуйста, не перебудете вам и окружающих с этим жить. Вы так понаблюдаете за пространством, может, что-то в нем вы увидите, чего раньше не было. Ну, на этом занятие у нас первое вовремя завершено.